Киямать. В исламской эсхатологии день Божьего суда, когда все люди получат воздаяние за свои дела. Вера в последний день является одним из неотъемлемых элементов исламского вероубеждения. Киямать начнется с двух трубных гласов со стороны ангела Исрафила. Первый возвестит об уничтожении всех творений Аллаха, а второй о воскрешении человечества и начале Божьего суда. В день Киямата все творения предстанут перед Аллахом и будут отвечать за совершенные ими деяния. О Киямате много говорится в Коране и Сунни пророка Мухаммада. Точное время наступления Киямата известно только Аллаху. Время наступления. Точное время наступления Киямата никому кроме Аллаха неизвестно. Мусульмане считают, что мудрость сокрытия Всевышним Аллахом точного времени заключается в постоянной готовности людей к нему. Многие люди спрашивали своих пророков о наступлении этого дня, но никто не называл им точной даты. В Коране об этом сказано так. Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Неву, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжкое для небесы и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху. Но большая часть людей не знает этого. Признаки наступления судного дня, малые признаки, малые признаки наступления конца света произойдут задолго до больших признаков. Большая часть их не была распространена, либо распространена в малых количествах рождения и смерти пророка Мухаммада. Каждый из предыдущих пророков утверждал, что Киямать не наступит, пока не появится последний пророк. Вера в то, что пророк Мухаммад является последним пророком, посланным всему человечеству, является частью исламской акиды. Сам пророк говорил, что между ним и концом света расстояние подобная разница длины указательного и среднего пальцев. Войны перед концом света должно произойти и столкновение между двумя великими исламскими державами. Здесь имеется в виду верблюжья битва между Тальхой, Ас-Зубайром Айшей с одной стороны и праведным халифом Али с другой стороны. Лжепророки. Всего после смерти пророка Мухаммада будет около 30 лжепророков. Первыми лжепророками были Тулайха, Мусаилима и Саджах. Последним лжепророком будет Даджаль, который падет от руки пророка Исы. Рабыня родит себе госпожу. Исламские богословы по-разному растолковали эти слова пророка Мухаммада. Одни считали, что настанет то время, когда господин женится на рабыне или дети не будут подчиняться своим родителям, а будут командовать ими. Некоторые считали, что бывшие бедняки будут быстро богатеть и возводить высокие дома. Позднее существовало также мнение, что это относится к возвышению США по отношению родившей их Британии. Большие грехи. Люди начнут совершать большие грехи. Прелюбодеяние. Массовое распитие алкогольных напитков и т.д. Распространение невежества. Исчезнет знание и ученые, а обществом будут руководить необразованные люди. Многие люди начнут считать себя учеными и давать советы другим, а основная масса будет следовать за невеждами. В обществе вместо надежности и преданности появится предательство и подлость. Людей будут ставить на пост не по способностям, а из-за их богатства или знатности, или влиятельности и т.д. Украшения мечетей. Люди будут следить за интерьером мечетей, хвастаться их красотой и будут редко посещать их для совершения намаза. Строительство высоких домов. В другом хадисе пророка Мухаммада говорится о том, что босые, нагие и обездоленные пастухи верблюдов будут соревноваться в постройке высоких домов. Современные богословы считают, что эти слова относятся к странам Аравийского полуострова, где идет бурное строительство небоскребов. Ускорение времени. По мнению исламских богословов, ускорение времени произойдет потому, что исчезнет благость времени. Некоторые богословы связывают это с появлением средств связи, скоростных видов транспорта и быстрым перемещением людей в пространстве. Возможно, перед концом света произойдет ускорение времени в буквальном смысле из-за изменения скорости земли. Увеличение числа убийств. К убийствам можно отнести мировые войны, унесшие огромное количество невинных жизней, а также распространение убийств на бытовом уровне. Из-за денег, ревности, убийства в нетрезвом состоянии и т.д. Увеличение числа богатых людей. Во время амияцкого халифа Умара ибн Абдул-Азиза собранные в качестве милостыни деньги лежали в мечети и никто их не трогал, так как не было нуждающихся в них освобождение Палестины. В исламской истории было несколько освобождений Палестины, первое из которых произошло во время Умара ибн Аль-Хаттаба. Второе освобождение Палестины произошло во время султана Салахудина. Третье освобождение Палестины ожидается вскоре. Землетрясения и природные катаклизмы Перед концом света увеличится число землетрясений и природных катаклизмов. Самоубийство Перед концом света люди будут желать смерти и завидовать мертвым. Это произойдет либо из-за потери интереса к жизни, либо из-за распространения проблем, несчастья и т.д. Увеличение доли женщин по отношению к мужчинам. Количество женщин увеличится, а мужчин сократится. В некоторых странах это соотношение достигнет 50 к 1. Большие признаки в сумме пророка Мухаммада передается о 10 больших признаках наступления Киамата. Восход солнца с запада. Сошествие тумана. Появление существа Дабаба Талярс. Нашествие Яджуджа и Маджуджа. Пришествие пророка Исы. Появление Даджала. Затмение солнца на западе. Затмение солнца на востоке. Затмение солнца в Аравии. Выход огня в Адыне, который погонит людей к месту собрания. Затмение солнца на востоке.